В День России в городском округе работали сразу несколько точек сбора по гуманитарной помощи. К благотворительному мероприятию, которое провели в рамках акции «Доброе дело», присоединились многие неравнодушные жители, в том числе волонтёры, общественники и депутаты. Я благодарю ресурсный центр волонтёров, которые сегодня гордо стоят и организовывают вот такие вот добрые акции для того, чтобы наши бойцы чувствовали эту заботу. Региональный ресурсный центр приносит всё, что необходимо бойцам на фронте – маскировочные сети, спецодежду, средства личной гигиены, продукты питания и медикаменты. На передовую к нашим бойцам отправляются письма, которые были написаны воспитанниками наших дошкольных и школьных учреждений. Бойцы хранят эти письма буквально под сердцем, им всегда приятно получать эти письма, поэтому также можно написать письмо от себя и принести в наш региональный ресурсный центр. Среди участников акции «Доброе дело» и сотрудники фармзащиты. Они регулярно помогают фронту. Привезли семь коробок гуманитарного груза. И это почти две тысячи упаковок уникального отечественного препарата «Гемостоп-гель». В это тяжёлое время мы не можем оставаться безразличными к нашему здоровью наших воинов. Весь коллектив, то есть и молодёжный совет нашего коллектива, и профсоюз, то есть все участвуют в этой данной акции. Современный препарат помогает останавливать кровотечение, в том числе внутреннее. Он безопасен для печени, поджелудочной железы, почек и других органов. Вообще все жители городского Крухимки, предприниматели оказывают всевозможную помощь. Приносят свою помощь именно или в ресурсный центр 9-й мая, дом 18, также гуманитарную помощь приносят в местное отделение партии «Единой России», улица Мельникова, дом 12. Поэтому никто в городском Крухимке не остаётся безразличным или нервнодушным к данной сбору гуманитарной помощи. Всего с начала специальной военной операции жители Химок передали бойцам около 300 тонн гуманитарного груза. Юлия Самошина, Юлиана Мазырина, Руслан Сафин. Новости Химки-ТВ. Новости Химки-ТВ. Новости Химки-ТВ.